Спикер Госдумы прояснил ситуацию с возможным ограничением импорта лекарств. Председатель Госдумы Вячеслав Володин успокоил россиян, заявив, что в отношении 90 американских препаратов не будет вводиться ограничение на импорт. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24». Если говорить о лекарственных препаратах, поставляемых США, то в перечне лекарств 2019, но те, которые не имеют аналогов 90. В отношении 90 препаратов уже предусмотрена норма, которая не предполагает вводить ограничения, отметил он. Если будут вводиться какие-то ограничения на поставки, то это решение будет принимать правительство, и оно будет исходить из того, что обязательно должен быть отечественный аналог, и возможность получать аналоги из других стран, которые не будут подпадать под действие наших санкций. Никто не будет принимать решение во вред себе, резюмировал политик. Законопроект о контрсанкциях, разработанный депутатами Госдумы, предусматривает ограничения на поставки сельскохозяйственной продукции, питания, лекарств, алкоголя, табака, технологии и оборудования США. В правительстве России пообещали не вредить контрсанкциями интересам простых россиян. В 16 апреля Володин заявил, что депутатский законопроект об антиамериканских санкциях будет рассмотрен Госдумой в первом чтении не раньше середины мая. В 14 апреля депутат Госдумы Петр Толстый посоветовал россиянам с гипертонией сплевывать иностранные медикаменты и лечиться народными средствами, например, отваром боярышника или коры дуба. Больше важных новостей в телеграм-канале Лента Дня. Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявления сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.